Всем привет, дорогие друзья! Да, почти месяц, наверное, не было видео, или месяц, плюс-минус где-то так. И вот я сделал, собрался, нашел свободное время, чтобы сделать это видео. И в качестве компенсации в этом видео повсеместно я накидал промиков, чтобы хоть как-то загладить вину. И да, у меня совершенно безбашенная идея этого видеоролика, я не знаю, зачем я это сделал. Но всем желаю приятного просмотра, и также ставьте лайки, подписывайтесь, и не забывайте писать комментарии. Кстати, понятия не имею, почему звук такой глухой, ну и ладно. И в общем, да, я лютый, решил в общем себе сайгу сделать. Вот не ожидали, да? Ну что ж поделать, погнали сейчас на бар, затем ПД, и увидимся на самом же месте. Друзьяки, а еще для вас у меня есть вкусный промик, который дает 10 тысяч обменных монет, 10 тысяч деталей и премиум на 7 дней. Он будет на экране, а также оставлю его в описании. Кстати, насчет по теме видоса, и почему же я решил сделать сайгу? Да, все просто. Потому что последний раз я ходил в Лиманск с дробовиком из кейсов. Ну, вы скорее всего понимаете, о чем я. Кейсы с арены Ворона. В общем, все это будет на экране, что я рассказываю. И вот. Было крайне неудобно ходить чистить мутантов с него. А еще лучше использовать пистолет с глушителем, дабы кровожадные обитатели Лиманска тебя не захавали. И я сейчас говорю не про кровососов, а про фармил. Ну и сейчас, когда я побегал с таким разрешением, оно мне не особо зашло. Можете сами попробовать данное расширение экрана. Оставлю его на вашем экране. Ну и пока я бегу чистить спот и покажу вам еще один промик. Он же дает премиум на один день, контейнер с камуфляжем брони и 500 обменных монет. И еще что-то. Я даже не запомнил. Нужно, конечно, бесконечно долго тянуть и рассказывать, что там происходило на заводе. Но покуда интересней показать вам, что я как бы вынес и хочу для вас разыграть. После того, как мы посмотрим, что я вынес, я думаю, мы вернемся дальше к фарму на Сайгу. Ну что ж, давайте перейдем к просмотру. Ну и, собственно говоря, вот как я только зашел в Рыжик, нас сразу встречают два говна артефакта. Ведь выброс произошел только что. А еще я вижу какую-то тушку на мосту. И он меня, похоже, тоже видит, но не хочет со мной общаться. И давайте перейдем к следующему моменту. Решил я так-то чекнуть застой. Ну, тут пробегал какой-то бомжик и не один. Изначально тут вообще на радаре была семья. И вот я решил его снять, так как мне помешают. Но я больше всего переживал то, что застой уже залутали. Но нет. И сейчас я вам покажу, что там было. И этот артефакт я вам, собственно, и разыграю. И вот я в один момент чуть не пробежал застой. Но заметил, что что-то лежит на уголку. И это оказался осколок. И да, извиняюсь за некоторые оговорки, я сегодня немного устал. Далее я решил его вынести. Думаю, это неинтересно. По мне крылья как только могли. Ведь тут, я как ранее сказал, была семерка. Ну и что ж, не будем затягивать. И погнали далее. Ну и вот, собственно говоря, тут я почти уже добежал до базы. И вынес зеленый осколок. Не знаю, сколько он стоит. Честно говоря, я его даже не смотрел на что он. Ну, я думаю, он где-то около 200-400 тысяч стоит. И поэтому я разыграю его вам. Так как мне верты, в принципе, не нужны. И погнали далее. И что же там обычно говорят в таком случае? Ну, да. Ура, победа. Я наконец-то собрал весь бартер. Ну, как собрал. 1400 мх я все-таки купил. Так как я не выдержал то, что... Фармить его, бегать невозможно. Миллиард школьников бегает и фармит этот чертов мох. Поэтому, да. Я потратил свои обменки. Но все-таки собрал весь нужный бартер. Теперь мы, скорее всего, отправимся на завод. О, идея только не работал. Дабы сделать себе сайгу. Потому что, скорее всего, на базе наемников это сделать нельзя. Как бы это помягче выразиться? Да, зачем оно надо мягче выражаться? Во-первых, мне не хватает денег на сайгу. А во-вторых, нужно еще и идти в бар. Да, такое себе. Ну ничего, погнали. Ну и сейчас я совершу великую ошибку человечества. О чем я еще долго буду потом жалеть. Ведь все говорят, что сайга давно умерла. Ну а я, как бы, не верю. Лучше бы я сразу поверил. Все-таки стоит подумать и попробовать. Но если не понравится, то пойдем делать протекту. Так что пишите в комы, если нужно сделать протекту. Ну и вот, можно сказать, сайга 12к в наших руках. Сейчас я куплю стандартки и начнем ее точить. Думаю, до пяти хватит. Или поменьше. В общем, пацаны, мне не хватило денег на заточку. Сейчас я побегаю, пофармлю завод немного. И вернемся к той же самой заточке. Все. Вы там, наверное, уже заскучали, пока я фармлю на эту чертову сайгу. В общем, давайте пока пооткрываем вот такие вот кейсики, контейнеры из промика. Выпадет 100% говно, но все же. Ну и как я и сказал, какая-то краска говняная выпала. И опять же говняная краска. Даже ничего красивого в них нет. Мда. Ну, в общем-то, пусть лежит на складе, оно там не мешает. Пусть там и будет. Ну и, в общем-то говоря, я просто устал уже с ним возиться. Давайте просто ее заточим не на плюс 5, а на те же условные плюс 3. И посмотрим, что из этого выйдет. Выйдет, собственно говоря, 87 урона, если я не ошибаюсь. И это пиздец, как мало для дробовика. Пробовать мы ее будем в Лиманске, я думаю. О местных мутантах смысла нет, потому что изначально делал ее для Лиманска. Как я и говорил, получилось полное говно. Но, ну, что уж делать. Делал, так делал. Ничего не жалко ради роли. Ну и вот как-то так нашел мой партнер. И, честно говоря, я не попробовал поубивать мутантов в Лиманске. И нет. Она вообще не может его убить. То есть нужно высадить 3 плюс-минус патрона, чтобы убить одного мутанта. А с условиями Лиманска того, что хоть на один выстрел прибегает толпа, Сайга вообще неиграбельна. Так что, все. А что это вы, пупсики? Уже уходите? Так рано? И я хотел вам сообщить пару моментов. То, что осколок я не буду разыгрывать, потому что он очень сильно упал в цене. То есть с 400К до 200. И смысла его, как бы, разыгрывать нет. Также, недавно пытался вынести синий осколок. И я его не вынес. Ну и хуй с ним. В общем-то, о чем это я? Купил я новый микрофон. Ну, думаю, под конец видео вы это уже поняли. Ну, как бы, достаточно времени. Уже прошло давно пора, да? И вот. Также будут сейчас, скорее всего, какие-то лайф-видео. Ну, как лайф-видео. Более просто живой звук, получается, будет мне наложен. И, то есть, эмоции передавать, все дела. Ну, сами понимаете. А также, если хотите стримы, то пишите мне в комментарии. Я все это прочитаю, посмотрю. И если будет достаточно желающих, то начну стримить. Все в ваших руках. А также хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр, друзья. Всем спасибо, удачи и до новых встреч.